Мы никак не можем его найти. Эта драгоценность пропала без вести. Мы клянемся вам в этом. Независимо от того, идет ли речь о книге, фильме или видеоигре, творческие произведения, как правило, существуют по какой-то причине. Иногда это делается для того, чтобы порадовать зрителей трогательными историями или увлекательным игровым процессом. В других случаях это делается для того, чтобы донести информацию до аудитории с разных точек зрения. Или же это заставляет вас задуматься над интересными идеями, которые заставляют вас задуматься или поразмыслить. Однако «Властелин Колец Голум» — это игра, в которой не делается ничего из вышеперечисленного. А что если он наблюдает за нами, как за темным лордом? Вот что он... Мы никак не можем его найти. Эта драгоценность пропала без вести. Мы клянемся вам в этом. Независимо от того, идет ли речь о книге, фильме или видеоигре, творческие произведения, как правило, существуют по какой-то причине. Иногда это делается для того, чтобы порадовать зрителей трогательными историями или увлекательным игровым процессом. В других случаях это делается для того, чтобы донести информацию до аудитории с разных точек зрения. Или же это заставляет вас задуматься над интересными идеями, которые заставляют вас задуматься или поразмыслить. Однако «Властелин Колец Голум» — это игра, в которой не делается ничего из вышеперечисленного. А что если он наблюдает за нами, как за темным лордом? Вот что он видит. Вместо этого она вталкивает вас в роль титульного персонажа, не делая ничего значимого для его определяющего внутреннего конфликта. И отправляет его на серию миссий, в которой неинтересно ни играть, ни переживать. В связи с этим возникает один единственный вопрос. Зачем кому-то понадобилось играть в эту игру? Я страстно желаю разочарования. Мне показалось, что игра в роли Голема вполне подходила бы для игры, поскольку он является одним из самых интересных, известных персонажей фэнтезийной вселенной младшего брата Толкиена. Он и Смиагл — это две стороны одной медали. Хороший человек, которым был Смиагл, был трагически испорчен одним кольцом, воткнутым в это жалкое существо. Именно на его липкие босые ноги вы наступаете якобы с целью вернуть кольцо во владение Бильбо Бэггинсу. Однако большую часть вашего времени вы проводите, переживая жизнь Голума в качестве пленника в течение нескольких лет между Хоббитом и Братством Кольца в линейной истории. Управляемая серия уровней. Тюремный симулятор мордорского издания, к сожалению, менее интересен, чем кажется на первый взгляд. Вместо грандиозного приключения по «Властелину колец» вам придется собирать мелочи и безделушки для забывчивых НПС и прятаться в кустах от монотонных патрулей охраны. Я просто буду называть вас уродом. Как правило, на любом уровне есть три части, начиная от неинтересных и заканчивая просто плохими. Существует фаза работы по дому, в ходе которой Голум переходит от одной точки маршрута к другой, чтобы выполнить какую-нибудь черную работу. Всегда существует какой-то концептуально отличающийся сценарий, например, проползание через небольшие отверстия, чтобы взорвать эти взрывчатые вещества. Но функционально все они представляют собой серию маршей по одним и тем же участкам снова и снова. Мне никогда не кажется, что в этом есть какой-то смысл, просто я занят напряженной работой. Было бы забавно побегать с Голумом вместе благодаря его удивительной спринтерской скорости. Но у него есть счетчик выносливости, который истощается всего за несколько секунд и требует гораздо больше времени для пополнения запасов. Попытка добраться куда бы то ни было сопряжена со слишком малой скоростью, слишком долгим ожиданием и, к сожалению, частыми звуками того, как Голум задыхается от собственного дыхания. Этапы создания платформера более привлекательны, но все равно плохо продуманы. Просторные комнаты с ручками для лазания, стенами для бега и прыжками обеспечивают более быстрый темп действий, но свободный и плавный способ передвижения Голема. И неточное управление заставляют его чувствовать себя чем-то из эпохи PlayStation 2. Испытав на себе современную игру, Assassin's Creed или Tomb Raider, кажется, что слишком легко прыгнуть в нужную точку и все равно упасть насмерть. Потому что вы отклонились в сторону или пропустили ту часть выступа, на которой есть белая линия, указывающая, за что именно вы можете ухватиться. Траектории движения жестко определены, часто включают в себя прыжки вслепую или наилучшее предположение о том, каков будет следующий предполагаемый поворот. Скорее всего, это невдумчивый откат назад, а устаревшее плохое фоксимельное воспроизведение классики вроде серии «Принц Перси». И, наконец, есть еще сегменты стелс, которые просто плохи. В любое время, когда Голему нужно будет пройти из пункта А в пункт В незамеченным, это будет непросто. У врагов крайне ограниченная схема патрулирования, они ужасно близоруки и, похоже, страдают острой быстро наступающей амнезией, забывая о существовании Голума вскоре после того, как потеряли его из виду. Именно эти проблемы мучили посредственные стелс-игры 15 лет назад, и мне неприятно видеть их в 2023 году. Здесь нет игры в кошки-мышки, в которой можно перехитрить врагов, используя интересные способности и продуманный дизайн уровней, как в чем-то вроде «Десанат» или «Хитман». Вы просто используете их болезненно очевидные слепые зоны, с помощью нет никакой цели, кроме достижения назначенной точки. Единственное оружие Голума – это его способность бесшумно подкрадываться, бросать камни и исчезать в высокой траве или тени. Поскольку вражеский искусственный интеллект, на удивление, ужасен, выполнение такой простой вещи, как прижимание к этой стене, может сделать вас полностью невосприимчивым к захвату в плен. Вас заметили охранники в звериных ямах Барадура? Просто прыгайте сюда, пока они не потеряют к вам интерес. В конце концов, у некоторых орков появляются арбалеты, но даже в этом случае угроза минимальна. Боя как такового не происходит, и в этом есть смысл, потому что Голум не является бойцом, когда дело доходит до любого противника крупнее Хоббита. У вас действительно есть возможность душить врагов, что входит в стоимость игры, но она сопровождается некоторыми странными оговорками. Во-первых, это не сработает ни на ком, у кого есть шлем. Это имеет смысл для кого-то в полных боевых регалиях. Грязные рукавицы Смигла все-таки не согнут сталь. Однако то, что определяет шлем в этой игре, в широком смысле может быть истолковано по-разному. Что бы это ни было на голове этого орка, это что шляпа? Об этом можно только догадываться, но есть приличная вероятность, что он защищен от удушения. Давайте немного поговорим об этом. Кроме того, удушение относится только к оркам. Вполне логично, что вы не можете душить таких тварей, как пауки, да и за что бы вы вообще ухватились. Но гуманоидные расы, такие как эльфы, по-видимому, обладают непобедимыми глотками, что исключает единственный способ обойти врагов, кроме плохой скрытности. Несколько последовательностей погони изменяют темп игры, хотя в них попадаются и промахиваются. Эта погоня за повозками, в которой вы уворачиваетесь от препятствий лучников, по праву доставляет удовольствие. Но этот бег в стиле аварийного бандикута навстречу камере, в котором вы убегаете от культового паука. Выглядит жалко из-за неточной платформы и неспособности увидеть препятствия за несколько мгновений до того, как вам нужно будет их избежать. Очень неприятно играть за персонажа, который смотрит вперед и должен видеть приближающиеся объекты, но не может увидеть их сам и из-за этого погибает. Закоренелые фанаты «Властелина колец» знают, что сам Голум — сложный персонаж, одновременно жертва и злодей, но это не так. Исследуется каким-либо значимым образом в этой истории. Время от времени возникают двоичные варианты ответов на вопросы или действий в роли Голума или Смеогола, но я никогда не чувствовал себя так, как сейчас. Эта история или оказала неизгладимое влияние на самого Голума. Иногда возникает необходимость в том, чтобы одна сторона личности Голума убедила другую согласиться с его планами. Например, когда Голум прячется от орка, и картина с изображением глаза Саурона повергает его в истерику. У нас было два варианта действий — убить орка, который поддерживал Голум, или же продолжать паниковать, одобренные Смеоглом. «Ведите себя тихо! Ведите себя тихо! Здесь очень-очень тихо!» Выбрать правильный аргумент для победы в дебатах с помощью множественного выбора исключительно легко, и все это кажется бессмысленным. Смотреть на это тоже не очень интересно. Даже при том, что все параметры компьютерной графики настроены на эпические, такие места, как Барад-Дур, выглядят серыми и плоскими. А пустая безжизненность часть Мурквуда выделяется в эпоху игр, где пышная флора и фауна стала нормой жизни. Модель Голума выглядит достаточно хорошо, включая его удивительно детализированные пряди волос, а также хорошо переданные манеры поведения. Но другие персонажи страдают от отвлекающей жесткой анимации и навязчивого отсутствия выражения лица. Тем не менее, звуковое оформление у нас очень сильное. «Мы должны пройти в туннель! Это слишком опасно!» Хриплая, почти задыхающаяся речь Голума хорошо сыграна, как и более ясная и робкая сторона его личности, присущая Смеоглу. Неужели именно Диггл нашел драгоценность? «Любовь моя! Не слушайте злых колдунов! Не слушайте их!» Это звучит именно так, как и ожидал бы тот, кто видел выступления Энди Циркача в кинотрилогии. Даже мелкие детали, такие как липкий звук хлопков рук Голума по различным поверхностям, когда он взбирается или бежит, или реверберация звона колоколов в определенных местах, выделяются как подлинные с впечатляющим вниманием к деталям. Но даже если бы это выглядело и звучало одинаково эффектно, Голум все равно чувствовал бы себя бессмысленно играть в эту игру. И это чувство перерастает в отчаяние, когда возникают технические проблемы. В ходе этого обзора в трех различных случаях требовалось полностью перезапустить работу уровней. Один раз из-за неудачно поставленного автосохранения и дважды из-за того, что части головоломок были полностью сломаны. Так что, несмотря на очевидность решения, продвинуться вперед не было никакой возможности. Они не были полностью нарушающими правила игры проблемами, потому что перезапуск игры устранил их, но они сломили дух игроков. Игра в тех областях, которые были неинтересны в первый раз, граничила с болезненностью во втором раунде, в чем никогда не должно было быть необходимости. И, наконец, если по какой-то причине вам захочется пройти через все это еще раз, то здесь есть скрытые предметы коллекционирования, но они не предлагают никаких вознаграждений. Если только вы не считаете это наградой. Мне просто показалось бессмысленным добавлять что-то еще к его печальной ордении столь уж ценных сокровищ. Быки строят все свои плавники именно из этих гвоздей, всегда гвоздей. Голем из Властелина Колец не может дать удовлетворительного ответа на главный вопрос почему. А почему из всех интересных персонажей Властелина Колец кто-нибудь захотел бы сыграть целую игру за Голума? Зачем кому-то променять солидные действия предыдущих игр в этой вселенной, таких как Тень Мордора, на напряженную работу, скучный и разочаровывающий платформер и плохую скрытность? Совершенно непонятно, для кого это делается и чего это должно было достичь. Совершенно ясно, что играть в эту игру совсем не интересно и ее нельзя рекомендовать никому, кроме самых любознательных и преданных поклонников Властелина Колец. От нее попахивает грязными аксиомами. Для получения дополнительной информации о фэнтезийном экшене, ознакомьтесь с нашими обзорами игр «Самая темная подземелье номер 2» и «Легенда о Зельде. Слезы королевства». А что касается всего остального, то выбирайте IGN. Дьявол не должен смотреть вниз. Субтитры подогнал «Самая темная» Картин. 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 Продолжение следует...